Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Права и обязанности». Сегодня у нас гости с организацией РОС. И быть конкретным, мы сегодня имеем представителей, которые занимаются весьма особой, особой частью вашей организации. И хочу вас сразу же представить, Лиля, я очень благодарна, что вы выбрали время и пришли к нам в студию в Slavic Family. Мы очень рады видеть вас. Пожалуйста, расскажите немножко больше о вашей программе, что вы делаете в организации РОС. Спасибо большое, что вы нас пригласили в свою программу, нам очень приятно. И, значит, в РОС я работаю 7 лет, и наша программа работает с 2001 года. И она называется «Женское здоровье». И точнее сказать, что «Здоровье груди». Но, значит, наша программа существует на фонды, потому что ничего невозможно в этом мире без материальной поддержки. И в этом нам помогают Susan G. Common for the Cure, Oregon and Southwest Washington, и Avon Foundation for the Women, это программа из Нью-Йорка. Я думаю, что те люди, которые занимаются такой благотворительностью, они видят нужду в этом. Это действительно герои нашего времени, не так ли? Какие услуги оказывает ваша программа? Женская программа, она предлагает лекции по женскому здоровью и регулярному самообследованию груди с целью ранней диагностики рака груди. Получение бесплатного гинекологического осмотра. Значит, мы назначаем приемы, мы сопровождаем на прием женщин, мы делаем аппойтменты, и мы им звоним после аппойтментов. Мы делаем, значит, диагностические туры, туры в диагностические центры. Также мы помогаем с оплатой лечения. Приведите немного статистики. Какова сегодня статистика? Статистика такова, что одна из восьми женщин в своей жизни заболевает раком груди. То есть, если мы возьмем восемь горошин, то одна из восьми горошин, она будет как бы розовая. Она, эта женщина заболеет раком груди. Значит, и хочу сказать, что 85% женщин, которые, они не имеют семейной истории этого заболевания. Просто рак приходит неоткуда. Это один из часто встречающихся диагнозов из всех раков. Но хочу, как бы, хорошую статистику тоже сказать, что 95% выживаемости на ранней диагностике. И, значит, почему наша программа, почему эта программа существует в этом штате? Почему мы так много уделяем этому времени и внимания? Вы, наверное, смотрите журналы, там мы постоянно статьи печатаем. Мы постоянно печатаем объявления о нашей программе. Мы вот выходим теперь на телевидение и на радио. Значит, мы также постоянно выходим на калифорнийское радио, с него мы вещаем. Потому что в Орегоне по статистике 55 женщин в неделю диагностируются раком груди в Орегоне. Вот, и 10 из них умирает. А в штате Вашингтон, значит, 86 женщин диагностируется, и из них умирает 15 женщин. То есть эти два неблагополучных штата. Причина не ясна, но из-за того, что вот такое вот происходит, то нам нужно как бы сделать, как бы это рано диагностировать женщин и лечить их. И тем самым мы сможем помочь женщинам выжить или продлить их жизнь. Существуют ли какие-то факты риска? Самые большие факторы риска это два, быть женщиной и стареть. Но кроме этого, я могу сказать, что даже и мужчины, из-за того, что у них есть грудь, грудные железы, они могут заболеть раком грудной железы. Также можно сказать, что раннее половое созревание или позднее закончание менструации. Также наследственность оказывает генетика наша и наша окружающая среда, наше питание. И наше, как бы, если человек страдает ожирением, значит, факторов риска много. Но я скажу, что быть женщиной и стареть, и значит, что если я женщина, то значит, я должна с 20 лет начинать ходить к гинекологу каждые 3 года, чтобы он на меня осматривал грудь. Значит, женщине 40 лет, она должна ходить к гинекологу на осмотр и также делать маммограмму ежегодно. Как часто она должна делать? Вот вы говорите, что это каждый год в определенном возрасте, правильно? Да, каждый год с 40 лет, потому что чем старше женщина, тем больше у нее риска заболеть раком груди. Вот, как я уже сказала, с 20 лет она должна проходить клиническое обследование с 40 лет маммограмму. Какие у вас есть успехи в вашей программе? Это самая главная часть и причина, почему мы сегодня здесь. Да, успехи у нас в программе как бы очень хорошие. И несмотря на то, что, может быть, некоторые люди подумают, что рак – это заболевание, это как бы приговор. И все-таки из-за того, что в последнее время наука достигает все больше и больше результатов, все меняется, лечение меняется стремительно, то все как бы… Я хочу сказать, что за 10 лет работы, вот в этой, работы этой программы около 20 тысяч женщин получили обучение, как правильно самообследование груди делать. Это делается один раз в месяц. И также, значит, около 20 тысяч и 2 тысячи женщин получили маммограмму. Это примерно 150 женщин в год мы могли оплатить. Весьма значительно, я считаю, что это большой успех. А были ли какие-то трудности? Трудностей у нас много. Я хочу привести место одной из Библии. Значит, не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои? Я вижу, что… Я немножечко скажу сейчас больше, чем моя программа сначала, потом, значит, спущусь ближе к своей программе. Из-за того, что я работаю в социальной службе, я вижу проблему в нашем славянском русскоговорящем обществе, что люди боятся высоких медицинских платежей. И большой очень процент нашего населения не имеет страховки. А если даже имеют, то бывает, что дедактабл, то есть доплата она бывает очень высокой. Так же я веду при нашей работе дентал-вен, и туда приходят люди удалять зуб. И я, зная, что зубы ведь у нас как бы удалил и все, очень многие приходят на удаление, когда можно было бы еще полечить, сохранить зубы. Или доводят до такой степени, что уже только удаление, больше нельзя ничего сделать. Теперь, значит, я хочу сказать о раке. Многие люди думают, что если у них ничего не болит, значит, как бы и ничего не беспокоит, значит, идти никуда не нужно. А когда заболит, тогда уже идут. Но рак это такое коварное заболевание, что на первых стадиях он вообще никаких симптомов не показывает. А проявляются симптомы, даже кровь, если человек берет раз в год, оно не показывает. Момограмма это как бы один верный метод, чтобы поставить раннюю диагностику рака сделать. Вот. И женщина думает, да у меня ничего, у меня грудь не беспокоит, и вообще у меня у родственников ничего не было, и они не идут. И такое вот, знаете, халадное, прохладное отношение, оно меня настораживает. Я сколько бы ни обучала. Еще у меня такая проблема есть в программе, что я работаю с врачами, которые имеют личную практику. Это маленькая клиника, бывает там 2-3 врача и офис ассистент. Я назначаю женщине прием, женщина не сообщая мне, не сообщая врачу, она просто не приходит на прием, она его игнорирует. Но ведь для кого-то это стоит денег, врач мог бы назначить кого-то другого и иметь эти деньги, а у него же есть свои счета, свои оплаты. И сколько я бы хотела попросить наше население быть немножко ответственными к приемам. И если вы не планируете, пожалуйста, а если как бы назначили и все, то пожалуйста, пойдите на прием, уважайте как бы чужое время, чужое, значит, деньги. В программе у нас есть 9 сурвайверов. Это женщины, которые были диагностированы раком с 2006 года. Вот последняя была диагностирована в 2011. Все они живы, но здоровье их, конечно, на разных этапах сейчас. Некоторые женщины, можно сказать, что они сейчас канцер-фри, у них нет рака. Есть некоторые женщины, которые... Одна есть женщина, которой сказали, что она была диагностирована в 2009 году, и ей было всего 39 лет, даже не 40, и через программу я не могла ее провести. Но судя по ее жалобам, как бы я ей сказала, давай мы тебе назначим аппоитмент в какую-нибудь дешевую некую клинику, где тебя просто хоть посмотрят. Она туда пошла, и ей сказали, что тебе надо сдать анализы. Она сдала анализы, и кровь показала, что у нее состояние какое-то предсмертное. Ну и, значит, ее срочно вызвали, сказали, езжай в ОЧСЮ, и она туда поехала. Ей целую неделю не могли поставить диагноз, но все-таки поставили через неделю. Это был рак груди, но грудь вся была заполнена раком, так что там нормальных клеток не было. И ей дали жить полгода. И у нее маленькие детки, и она так хочет жить, и она так цепляется за эту жизнь. Она говорит, пожалуйста, делайте все, чтобы я выжила, чтобы я еще могла хоть несколько месяцев со своими детками провести, хоть их немножко подрастить. И уже 4 года она живет. Разве, вы знаете, в нашей жизни, когда мы здоровы, мы ее не оцениваем. Но когда мы начинаем, у нас какие-то трудности или болезни, то каждый день человек, открывая глаза, и видит он этот свет, и он настолько рад и счастлив, что ему удастся еще в этой жизни прожить один день. И это вот как бы счастье, это как бы достижение. И наша цель, чтобы, конечно, наша конечная цель победить рак, но пока мы можем продлить жизнь или как бы приостановить эту болезнь. Спасибо вам, Лиля, что вы говорите об этой программе, что вы так откровенны, и вы так действительно заботитесь о своих женщинах, о тех, которые у вас находятся в вашем списке, о тех, за которых вы звоните и вдохновляете их. Я вижу, что вы действительно проводите такую заботу, проявляете заботу серьезную к ним. И мы можем обратиться сегодня к очень особому человеку. Также хочу представить всем нашим телезрителям, что у нас также в студии присутствует Вера, которая является вашим клиентом, вашей организацией, вашей конкретной программой на протяжении того времени, которым вы сейчас с нами поделитесь. И я также благодарю вас, Вера, что вы действительно герой, что вы согласились и пришли к нам. Я понимаю, что у вас есть семья, у вас есть заботы, но вы все-таки сказали, что я приду, потому что я хочу поделиться, через что я прошла с другими женщинами и показать им, что если мы будем сидеть бездействовать, будут серьезные последствия. Но вы сделали серьезный шаг, придя к нам и рассказать вашу историю. Я очень благодарна, что вы это сделали. Спасибо. Ну, я, конечно, благодарна, что я нахожусь тут и что я вообще здесь с вами. И с помощью этой программы, которую Лиля представила, я именно одна из тех, которая воспользовалась этим. Я приехала из Средней Азии, из Киргизии. И в 95-м году все было хорошо, все замечательно. Я со своей семьей, у меня муж, двое детей. Сейчас уже у меня двое внуков. И пришло время, что в 2008 году я почувствовала, что у меня есть какая-то проблема в груди. И я не знала, не могла найти выхода, потому что возможности пойти к врачу у меня не было. У меня не было ни иншуринса, никаких. Я не знала, что мне делать. И чисто по объявлению, которое есть в наших рекламах, я узнала о такой программе, прочитала, я позвонила. И когда я обратилась в эту организацию, я познакомилась с Лилей, она меня встретила и назначила, провела меня через все это. Назначила appointment к врачу. Мне дали ваучер на обследование груди. И после этого мне поставили диагноз. Уже была вторая степень. И срочно требовалась операция. Ну, значит, вы пришли сперва на прием к врачу, потом была маммограмма, а потом вас, лечащий врач, вот этот, который первая вас приняла, она направилась к хирургу. Да. И хирург уже назначил вам дополнительное обследование или... Да, мне сделали дополнительное обследование. Это, наверное, было биопсия? Биопсию сначала. Это хирург сделала. И это было недостаточно. Они назначили мне еще одну биопсию вместе с ультразвуком. И когда, в общем, полностью провели эти все тесты, и они определили, поставили диагноз и уже сразу же назначили на операцию. Сколько это примерно месяцев заняло от постановки диагноза до операции? Это было... Это вот было тут все как-то сразу быстрым темпом или это занимало время? Это было очень быстро. Для меня это было очень быстро. Это было вообще... Как бы я не ожидала и не была готова к этому. Для меня это все случилось неожиданно и быстро. И, в общем, в конце, в декабре 2008 года, на Крисмос я уже была прооперирована. Как восприняла ваша семья вот этот вот диагноз? Это был, конечно, шок для всех. Это было неожиданно. Как вы уже говорили, что в нашей семье по поколению не было ни одного такого случая. И никто не... Я никогда не рассчитывала тоже. Вот, поэтому это было очень тяжелое время для нас, для всех. Но вся семья и все близкие, все родные... Это было очень большое, как бы, для нас большое время, когда мы были все вместе. А вот скажите, пожалуйста, что... Я знаю, что некоторые люди, они пытаются скрывать этот диагноз от общества. Другие люди, они, как бы, ищут поддержки и рассказывают это все. Как бы вообще было в вашем случае? Как узнала ли церковь об этом диагнозе? Да, как бы это все шаг за шагом происходит. Потому что, когда я сама, как бы, осознала, что это такое, то для меня это было очень тяжелое время. И пока я держала это в себе, это очень тяжело. Тогда, когда я стала открываться перед людьми, тогда у меня очень, как бы, я стала проходить через это. И, конечно же, в церкви все молились за меня. И это для меня открылся вообще новый мир. Я увидела Бога в людях, которые вокруг меня, которые рядом. Это действительно совсем другой мир и совсем другое. Потому что эта ситуация меня поставила на другой уровень. И я, как бы, увидела, наоборот, поддержку, наоборот. Я стала... Я хочу сказать, что я очень признательна этой женщине, которая согласилась прийти на телевидение с нами. Это, знаете, очень большой прогресс в нашей программе. Я могу сказать, что я уже, как уже вам говорила, что 9 человек прошли через программу. И первые годы, когда я пыталась их каким-то образом вовлечь в программу, они отказывались, они ссылались на болезнь. Они... Когда мы ходили на марафон, все женщины, которые сурвайверы, которые выжили, пережили рак, они одевают розовые майки. Мои женщины отказывались. Они одевали белые майки, как все остальные люди, которые, как бы, это состояние не пережили. И для сурвайверов там какие-то... Внимание какое-то уделяется. Цветы им дарят. Их там кормят. Они даже этого не хотели. И этим воспользоваться из-за того, что они не хотели быть узнанными. Вот. И вера — это большой прогресс. И я очень благодарна этой женщине, которая... Меня сильно затонули слова, что она сказала. Я стала видеть Бога в людях, которые окружают меня. Я думаю, что это самое важное, что мы, как люди верующие, мы должны видеть Бога во всех добрых делах, потому что все благо отходит нашего Господа. И услышать эти слова, подтверждение человека, который проходил на данный момент, на тот момент вы проходили через очень тяжелый путь, но вы сами сказали, что когда вы начали открывать эту проблему, тогда вы почувствовали, что вы начали проходить, а не стоять в этом месте и томиться. Это действительно героизм. Откуда у вас берутся силы? Вот вы двигаетесь, да? Где вы берете силы? Где вы их черпаете? Силы, конечно же, в Боге. И вся слава Богу. Потому что я прошла этими шагами. И когда ты все отдаешь в руки Богу и не берешь обратно, то тогда мир приходит в сердце, и ты живешь с благодарным сердцем, и радуешься каждому дню. И это самое дорогое, что может быть. Вы были диагностированы в 2008 году, а сейчас 2012 год. Расскажите, пожалуйста, в нескольких предложениях о своем вот этом вот всем пути. На каком вы сейчас находитесь этапе? И что последовало за операцией? И какое лечение? Когда мне сделали операцию, я очень радовалась, я чувствовала себя прекрасно. Но мне нужно было проходить. Врачи давали мне еще направление на облучение и на химиотерапию. Это как бы еще один шаг, через который человек должен пройти. Но я была к этому не готова. И потихонечку, через три месяца, я согласилась на облучение. Я ходила каждый день. И это было тяжелое время. Я ходила и на работу, и каждый день. Но мне как бы все это прошло, все нормально. И я отказалась от химиотерапии, потому что для меня это было вообще-то очень серьезный шаг. И я была к этому не готова. И только после этого меня проверяли, еще делали маммограмму. Все было нормально. Но в 2010 году мне поставили, проверили, когда меня сказали, что у меня уже метастазы пошли в лимфосистему. Болезнь продолжилась. И выхода они мне не дали. Они сказали, надо идти на химиотерапию. И тут уже как бы со временем, и, в общем-то, мне пришлось пройти еще... Я рада, что у меня была возможность. Доктор-хирург, которая меня оперировала, она мне очень поддержала меня в этот момент и направила к врачу. Потом мне сделали... В общем, я прошла химии, и теперь я прохожу ее до сих пор. Как бы теперь это мое время, что я должна ее делать постоянно. Потому что это единственное, что поддерживает и контролирует мою болезнь. Какой совет на сегодняшний день вы могли бы дать женщинам, кто смотрит нас сегодня? Сейчас уже, когда я прохожу по этому пути, я могу сказать, что я бы так не боялась химии, как вот в начале. Я была очень не готова к этому. Потому что даже у меня как бы есть свой опыт. Я работала в медицине. И по Советскому нашему... У нас в Союзе это была очень серьезная вещь. И люди, которые получали этот диагноз, они как бы... Но это был приговор. Не было выхода. И химия это была уже так. Здесь я вижу очень много, очень много людей, которые проходят, выходят. И это помогает. Сейчас я уже на это смотрю другими глазами. И я бы посоветовала просто не бояться этого, а идти. Просто произошел прогресс в медицине. И химиотерапия, она поменяла свой такой образ. Есть изменения в самой терапии. Да, я вот от Веры узнала, что они... Химия, она разная. Они ей то одну предлагают, то другую, то третью. И как бы меняют и подстраивают под ее организм? Да, да, да. Есть именно... Не просто как бы... А именно доктор подбирает очень индивидуально. И вот я уже за свое время я прошла три разных вида. и как бы до тех пор, пока она помогает, потом я постоянно нахожусь под контролем. Если доктор видит, что мне уже это не действует, он назначает другую. И очень внимательно, очень... И я рада, слава Богу, что у меня Бог дает силы и пройти это. Если у вас конкретное пожелание нашим радиослушателям, всем женщинам, вот что бы вы сказали не только тем, кто может проходить через такой путь, через что вы прошли и проходите, а вообще вот ко всем женщинам разных возрастов? Ну, конечно же, я бы очень хотела бы, чтобы все были здоровы, и чтобы был мир, радость, любовь Божья в сердце. И, конечно же, быть очень внимательными к себе и в этой суете, которую мы имеем в нашей жизни, уделять время, чтобы был отдых и хороший сон, и просто всех благословений. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы были с нами и поделились такой историей. И мы благословляем вас. Мы с Лилей... Мы рады видеть вас. И вы выглядите прекрасно. И мы благословляем вас на все дальнейшие годы вашей жизни, вашу семью. Пусть с вами будет Господь. Взаимно. Спасибо.